Нас ждет спортивное воскресенье. Минуту 25 Зуман проигрывает. Ну, если брать отставание всех остальных, вдоволь нахлестали по щекам, намяли бока и так далее, и так далее. Можно еще ряд других замечательных российских выражений, но в любом случае все остальные соперники капитулировали. И практически с самого начала сборная команда России, мы помним, что Черезов вроде бы был где-то пятым-шестым на самом-самом старте, потом третий, сразу же вырвался вперед, потом имел преимущество и практически всю гонку, наверное, 99% сегодняшней гонки решилась в нашу пользу. А вот что в борьбе за бронзовую награду происходит. Сейчас, конечно, сборная команда Украины, один дополнительный патрон, уже еще один придется брать сейчас украинцам, словенцы. Словенцев два дополнительных патрона, две мишени. И посмотрите, круг, Васе Рупник побежит, а сборная команда Украины, какой шанс в борьбе за бронзу сейчас у Сергея Седнева, и он его использует. Но Свенсен мог, конечно, рассчитывать, но сейчас дополнительные патроны. Два штрафных круга бежать сборной команде Словении, два дополнительных патроны, две мишени у сборной команды Норвегии. Украина должна быть сегодня бронзовым призером в гонке. Один дополнительный патрон еще и 10 секунд. Все дальше и дальше от призового подиума сборная команда Норвегии. Круг сейчас Эмиль Кегли Свердсон побежит. И вот пошли украинского спортсмена Сергея Седнева. Вячеслав Деркач, Андрей Дереземля, Олег Бережной, Сергей Седнев. Команда неравных возможностей, потому что кто-то болел, кто-то, наоборот, к сезону готовился без сучка и задоринки. Поздравление украинским нашим друзьям, потому что, естественно, в данной ситуации за эту команду, учитывая все сложности, финансовые трудности при подготовке к сезону. Ну что, я думаю, в общем, можно, наверное, знаете как.